Слободзейский политехнический техникум не закроют. Это решение приняли сегодня после совещания у президента. Наталья Ткачук продолжит. Слободзейский политехнический техникум продолжит работать. Объединение с Тираспольским аграрно-техническим колледжем отменяется. Так решили сегодня на совещании у президента. Вадим Красносельский озвучил общее решение. Первое. Техникум сохранить в том виде, который он есть. Но собрать совещание по имперементации системы дуального образования, то есть с прикреплением данного техникума к конкретным хозяйственным предприятиям. Кроме того, совместно изучить эти темы. Стоит ли переводить под муниципальные, либо не стоит. Что за этим стоит и зачем это надо. Говорить о закрытии Слободзейского техникума начали в конце прошлого года, когда решили оптимизировать систему среднего профессионального образования в стране. Построенные в советское время училища и техникумы сегодня не заполнены студентами. Это главная проблема. А еще есть устаревшее оборудование и учебные программы. А еще огромные корпуса, которые требуют ремонта на миллионы рублей. В Слободзее планы закрыть политехнический техникум, а студентов перевезти в Тирасполь вызвали большой резонанс. Вчера на встрече президента со слободзейскими депутатами и общественниками Вадиму Красносельскому озвучили аргументы в пользу сохранения учреждений. Главный, многие студенты просто не смогут ездить в Тирасполь и бросят учебу. Предприятия агрофирмы района потеряют потенциальных работников. Видимо, этот аргумент и решил судьбу техникума. Если мы думаем о сохранении сельского уклада, сельской жизни, села как такого, за что, кстати, я постоянно и ратую, то мы должны все-таки создавать те или иные механизмы закрепления детей в сельской местности. И Андрей Петрович был совершенно прав в том, что эти дети, которые там живут, в основном-то все малые, имущие, где-то даже инвалиды, детки, неважно, тут дело такое, как бы одно целое. Но, тем не менее, они местные. И вот если они поступают в этот техникум, как правило, в подавляющем большинстве, они остаются у себя дома, работают, наполняют эти агрофирмы, другие организации строительного толка и так далее. Сейчас в техникуме учатся 454 студента. Их обучают на автослесарей, механиков, строителей, поваров. В этом году будет второй выпуск спасателей. В районе просят сделать набор по специальности «Бухгалтер для сельского хозяйства». В агрофирмах все чаще ищут нормировщиков и учетчиков. Потребность в специалистах есть, но на что содержать и как поддерживать здание и учебную базу техникума в нормальном рабочем состоянии – вопрос остался открытым. Президент обещал помощь государству. Глава района тоже заверил, что поддержит политех и начнет работы уже в этом году. Теперь надо найти для этого деньги.